В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Прямо сейчас на каналах НВК Саха-Якутия 24 глава республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев подведет основные итоги работы в феврале. Айсен Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, конечно же, главным событием февраля стало послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Какие ключевые моменты из этого послания вы бы могли отметить? Конечно же, послание президента Федеральному собранию – это всегда главное событие года. И было сказано очень много важного, нужного для страны. Конечно же, одной из основных тем – это была тема специальной военной операции, поддержки наших военнослужащих, их семей. Я полностью, как и все россияне, поддерживаю решение президента о создании специального государственного фонда, который будет заниматься вопросами военнослужащих, вопросами их семей, вопросами их дальнейшего реабилитации, лечения, трудоустройства. Ну, то есть, всем спектром тех вопросов, которыми сегодня, конечно же, общество должно заниматься. И очень рад, что, еще раз повторюсь, президент принял такое решение. Сейчас по всей стране такой государственный фонд во всех регионах страны заработает. Мы, конечно же, будем принимать самое деятельное участие, не снижая своей поддержки наших военнослужащих, членов их семей. Как раз мы надеемся, что появление такого единого координирующего федерального органа поможет более эффективнее, более качественнее исполнять вот все эти функции. При этом, конечно же, большую часть послания президента было посвящено вопросам социального развития, вопросам развития образования. И в этой части я полностью поддерживаю предложение президента и по строительству школ, и по поддержке среднего профессионального образования. Это тоже очень для нас важная, нужная тема. Конечно же, рад, что и вопросы социальной газификации, ее продолжения, бессрочного предложения тоже нашли место в послании президента. И в целом, мотивом послания звучит то, что несмотря на то, что сейчас западные страны объявили нам практически уже войну экономическую, объявили огромное количество санкций, которые никогда в мире еще против одной страны не выводилось, Россия не только устояла, более того, мы последовательно решаем задачи, направленные на обеспечение главной нашей задачи, чтобы людям в нашей России жилось лучше. И уверен, что все у нас получится. Но в целом прошедший февраль был насыщен событиями патриотической направленности. Это День защитника Отечества, это годовщина специальной военной операции. Айсен Сергеевич, можно ли считать, что в этом году жители с каким-то особенным настроением встречали эти февральские праздники? Конечно же, день 23 февраля, День защитников Отечества, в этом году для всех нас, он, конечно, звучит совсем по-особому. Если раньше это все-таки было, знаете, как-то связано с историей, с чем-то, что происходило достаточно уже давно, и сейчас вот мы больше вспоминали времена прошедшие, славные победы Красной армии, Советской армии, потом вот уже и Российская наша действительность, то сейчас, конечно же, в условиях специальной военной операции, когда наша страна реально борется за справедливость, реально воюет за свое будущее, за будущее наших поколений новых, конечно же, вот и статус защитника Отечества, смысл этого праздника, он звучит совсем по-другому. И я очень рад, что это многими принимается близко к сердцу, я был на многих мероприятиях, везде гораздо больше людей, чем раньше, причем люди приходят сами. И те же возложения цветов к памятникам защитникам Отечества, мы не будем забывать, что в этом году у нас 80 лет сражения на озере Ильмень было, так, вот недавно мы отмечали, это уже как раз 23 февраля. Другие разные мероприятия, такие, например, как торжественное собрание, посвященное присвоению городу Якутску звания «Город трудовой доблести», который город получил в прошлом году, но сейчас как раз уже официальное такое мероприятие, посвященное этому, на самом деле, крайне важному и для города, и для республики событию, и уже дальнейшему увековечению этого события, они все приобретают другой смысл. И, конечно же, я уверен, что патриотизм, настоящий патриотизм просыпается не только в старших поколениях, он, наверное, более даже им и присущ, а вот как раз я очень рад, что и молодежь наша, она тоже сегодня уже очень вдумчиво, очень, знаете, трепотно уже относится к этим праздникам. — Продолжая тему поддержки участников СВО во время своих командировок в районе республики, вы часто встречаетесь с семьями военнослужащих. Расскажите, какая встреча вам запомнилась больше всего? — Знаете, я ни одну встречу отдельно не буду выделять, потому что все эти встречи очень важны. Важны и для людей, с которыми я встречаюсь, важны и для меня, как руководителя республики. Мы же говорим с ними абсолютно, знаете, на разные темы, начиная от того, как сейчас чувствует себя отец семейства, который находится в зоне специальной военной операции, заканчивая уже бытовыми вопросами, учебой детей, хобби, которые у детей есть, чем сейчас хозяйка занята, какие проблемы есть, помогает ли район, помогает ли поселок. Множество самых разных вопросов, которые людей очень волнуют. И меня, на самом деле, тоже волнуют, потому что, разговаривая как раз с теми людьми, которые непосредственно на себе всю тяжесть сегодняшней ситуации чувствуют, ближе, чем, наверное, подавляющее большинство наших сограждан, вот как раз и понимаешь те болевые точки, на которые нужно обратить внимание, где нужно помочь людям, что нужно сделать, чтобы семьи наших военнослужащих чувствовали себя здесь уверенно, были окружены заботой каждодневной. Ну и чтобы наши защитники, нас всех с вами, которые сегодня сражаются с украинскими неонацистами, они реально тоже чувствовали больше заботы о них со стороны родной республики, понять, какие есть вопросы, чтобы их более успешнее, в том числе, может быть, где-то и при поддержке федеральных властей, а где-то и самостоятельно мы могли решать. Поэтому эти встречи я буду обязательно и дальше продолжать. А еще в целом, что касается специальной военной операции, мы встречаемся с очень большим кругом людей, это и члены семьи, это и наши военнослужащие, которые сегодня возвращаются, это и мы постоянно находимся на связи с руководителями руководителями Восточного военного округа, воинских частей, где служат наши военнослужащие, с руководством новых субъектов Российской Федерации. Вот совсем недавно, как раз после послания, я встречался с руководителем Херсонской области уже. И, конечно, эта работа будет у нас и дальше продолжаться для того, чтобы максимально помочь приблизить нашу общую победу. В феврале с рабочими поездками Вы посетили четыре района нашей республики. Один из них – это Нерюнгринский район. Здесь Вами было дано поручение по ремонту медицинских учреждений непосредственно района. С чего должна начаться, скажем так, перезагрузка системы здравоохранения района? Что касается здравоохранения Нерюнгринского района, я далеко не первое свое поручение дал в этой части. С 2018 года, как я был назначен президентом временно исполняющей обязанности главы, и после того, как население республики выбрало меня главой республики, я постоянно занимаюсь этим вопросом. Потому что уверен в том, что люди, проживающие в крупнейшем городе нашей Южной Якутии, во втором городе по величине населения, так и в Нерюнгринском районе, конечно, должны получать услуги медицинские на более высоком уровне. За эти годы было немало сделано. И детская поликлиника у нас полностью реконструирована за счет федеральных средств, и оборудования достаточно много мы закупили самого разного. Но работа, на самом деле, идет еще полным ходом. Мы сейчас начинаем уже с этого года реконструкцию ряда объектов здравоохранения, крупную реконструкцию, закуп нового оборудования. А также мы сейчас планируем, я уверен, что это у нас получится, при поддержке Юрия Петровича Трутнева, полкреда президента на Дальнем Востоке, при поддержке Министерства по развитию Дальнего Востока, в рамках исполнения решения президента о выделении 100 миллиардов рублей инфраструктурных бюджетных кредитов на развитие Дальнего Востока, будут выделены средства, в том числе и Республики Саха-Якутия. И часть этих средств, по моему поручению, обязательно будет направлена на реконструкцию учреждений здравоохранения города Нерингре. Мы должны этот вопрос по-серьезному решить, то есть сделать такое, знаете, непостепенное движение в течение многих лет, а все-таки достаточно резкий рывок в течение 2023-2024 годов, чтобы уже к 2025 году прийти с полностью обновленным в значительной мере здравоохранением центральной больницы Нерингрейского района. Уверен, что мы это обязательно сделаем. В феврале в Вилюйском районе открыли долгожданную больницу. Это еще один пример модернизации системы здравоохранения в Республике. Как в дальнейшем будет развиваться больничный комплекс? В Вилюйске появился замечательный объект. В первую очередь больничного комплекса. Строился он очень давно. Многие годы стройка была заморожена. Мы ее в 2018 году, когда я как раз тоже посетил Вилюйский УЛУС, УЛУС мы с главой района Винокурова посетили с руководительное правительство. Было принято решение возобновить стройку. И после того, как проектно-сметная документация была практически по новой сделана, под новые требования, прошла госэкспертизу, мы выделили средства и с 2020 года активные работы начались. И вот несмотря на ковид, несмотря на все сложности прошлого года, задача выполнена. И в первую очередь, где в основном у нас хирургия, общее отделение, она построена и введена в строй. Замечательный объект, он абсолютно такой современный. По уровню компьютеризации, цифровизации, я считаю, что, наверное, даже в районах республики это, наверное, лучший объект сегодня получается уже. С точки зрения вот как раз цифровизации работы с пациентом, который находится в больнице. Но при этом мы не останавливаемся. Уже в этом году будут забиты свои во вторую очереди больничного комплекса, которая будет завершена в 2025 году. В целом, в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения у нас ведется строительство сейчас нескольких центральных районных больниц. Никогда такого не было, чтобы одновременно в нескольких районах строилось. У нас сейчас, кроме Вилюйска, строится в Чуропче, строится в Татинском улусе Витакёля, строится в Усть-Мае, строится в Хану. Это Мумский район. И мы уверены, что до конца года практически все они уже будут введены в строй. Единственное, есть вопросы по Усть-Мае, потому что там есть проблемы чисто связанные с грунтами, расцеплением грунтов. Но и то, в любом случае, если не в этом, то в следующем году объект обязательно будет построен и введен. Но это не все объекты, которые у нас будут строиться. У нас в этом году ряд объектов в районах начнет строиться. И, конечно же, благодаря решениям нашего президента, огромный импульс сдан именно в развитии не только здравоохранения в наших крупных городах, в первую очередь Якутске, но и в целом уже и сельской местности в наших районных центрах. И, если уж так говорить, у нас десятки за эти годы врачебных амбулаторий, фельдшеско-акушерских пунктов сданы по всей республике. Буквально на днях как раз в Алтанском районе, поселке Ленинское, тоже появился замечательный фельдшеско-акушерский пункт. Во время работы в Вилюйском районе вы сообщили, что в этом году завершается строительство газопровода «Хампа-Эбя». А в Алёкминском районе вы объявили о начале газификации района. Насколько это долгожданное событие для алёкминчан? Вы знаете, для любого человека, в дом которого приходит газ, это огромное событие. Событие, которое в целом меняет качество жизни человека. Поверьте мне, я вот этими вопросами давно занимаюсь, давно работаю в руководстве республики. И вот ещё раз говорю, что для любого населённого пункта, где газ появляется, для любого дома, куда газ заходит, это, конечно, революция в жизни. И я очень рад, что вот в Вилюйском Улусе, например, от «Хампа-Эбя» межпоселковый газопровод будет в этом году достроен. Начнётся уже непосредственно работа по газификации самого посёлка. Этот случай чем интересен? Тем, что впервые в республике у нас вот это строительство межпоселкового газопровода софинансировал сам Улус. Это тоже дорогого стоит, это хороший пример. Вот появились свободные деньги у района, но он предпочёл их не на какие-то мероприятия потратить, не на что-то, не проесть, грубо говоря, а вот именно вложил именно в то направление, которое крайне нужно жителям. Что касается Олёкминского района, то, конечно, наше соглашение с «Газпромом», благодаря которому сейчас ряд муниципальных районов республики и будут газифицированы, будут газифицироваться населённые пункты, которые прилегают к магистральному газопроводу «Сила Сибири». Это Ленский район, это Олёкминский, Алданский, Нерюнгринский районы. Конечно же, для них это тоже, знаете, то, что, наверное, ожидалось десятилетиями, но вот сейчас стало реальностью. И в Олёкминском районе мы сейчас начинаем уже работу по 10 населённым пунктам, в том числе по городу Олёкминску. Но сейчас мы договариваемся, я уже неоднократно с руководством «Газпрома» вёл переговоры, чтобы ещё дополнительные посёлки были включены в этот список, в том числе по Олёкминскому району мы ещё 7 посёлков хотим включить, чтобы на период ближайшие годы, до 2027 года, газификация там продолжалась, и эти посёлки тоже получили уже газ от «Сила Сибири». Надеюсь, что руководство «Газпрома» окончательное решение примет. Не буду сейчас анонсировать, что уже всё принято так, но очень надеюсь, что в ближайшие месяцы мы здесь тоже добьёмся уже результата. И, конечно же, я рад за Олёкминский район. Ну и уверен, что «Саха-Транс-Невтигаз» под руководством Алексея Зачемича Колодезникова, которому поручено и правительством республики, и поручено «Газпромом» как региональному оператору газификации по республике «Саха-Якутия», справиться с задачами газификации и в целом по республике. А мы в этом году 1813 жилых домов должны газ уже ввести жителям республики. И по газификации Олёкминского района тоже. Стране нужно больше рабочих кадров. На совещании в Мирном вы также обратили на это внимание. Каким вы видите решение данного вопроса? Я уже сегодня говорил о том, что очень рад был услышать в послании президента отдельный вот такой абзац, посвященный именно вопросам развития среднего профессионального образования. Я сам возглавляю рабочую группу Госсовета Российской Федерации именно по среднему специальному образованию профессиональному. И, конечно, с чего сегодня уже гораздо лучше понимают те проблемы, которые стоят в целом перед страной. У нас в стране сегодня огромная нехватка рабочих специальностей. Потребности большие, а людей нет. Почему? Потому что есть целый ряд факторов, которые привели к этому. Начиная от слабой материальной технической базы, от слабого престижа рабочих специальностей в свое время, заканчивая тем, что те компетенции, которые сегодня выдвигаются крупными компаниями к выпускникам профтехобразования, к сожалению, не всегда наши выпускники могут им отвечать. И, конечно, здесь должна быть проведена коренная такая реконструкция всей этой системы, реформирование всей системы. Она уже в стране у нас началась. Сейчас появился замечательный проект «Профессионалитет», утвержденный правительством Российской Федерации. Но я считаю, что работу надо продолжать. И, конечно, в части материально-технической базы, в части капремонта, строительства новых объектов для профобразования, конечно, надо федеральному правительству, на наш взгляд, помогать субъектам. И мы готовы в этом участвовать своим софинансированием для того, чтобы и материально-техническая база, учреждения профобразования, отвечала современным требованиям. В Мирном мы как раз рассмотрели такой интересный проект. У нас Мирненский колледж, он реально является сегодня одним из лучших в стране. Неоднократно уже становился победителем всероссийских конкурсов. Но, конечно, его материально-техническая база серьезно устарела, несмотря на то, что коллектив во главе с Березовым, они очень молодцы, вкладываются, привлекают различные компании, начиная от Алроса, заканчивая нефтяниками для реализации тех или иных проектов. Но в целом я считаю, что пришло время уже в таком новом формате предусмотреть создание нового кластера профессионального образования с включением туда и школ, и самого колледжа, и, может быть, в будущем уже с привязкой к Мирненскому политеху, который является у нас филиалом Северо-Восточного федерального университета. Планы есть, очень хорошие, интересные планы. И мы в ближайшие годы этот проект совместно с крупными нашими недропользователями, конечно же, должны обязательно в Мирненском районе, в городе Мирном реализовать. Айсен Сергеевич, в этом году возобновились после долгого ковидного перерыва очные отчеты правительства. Члены Комбина доехали до самых отдаленных уголков нашей республики. Что главное вот в таком формате работы? Самое главное в этом формате – это прямое общение с людьми. Что бы мы ни говорили о возможностях интерактивного общения через экраны телевизоров, через компьютеры, через смартфоны, оно, конечно, помогает более оперативнее связываться, но все-таки человеческое общение ничего не заменит. И вот я сейчас наблюдаю за отчетом правительства, вижу, как народ соскучился по таким встречам, с удовольствием приходит. И причем не только в малых наших наследиях, но и в крупных городах полные залы я вижу. Люди где-то хвалят, где-то критикуют, где-то задают, как всегда, свои злободневные вопросы. И это очень важно, чтобы члены правительства чувствовали пульс жизни, чувствовали чаяние людей, не отрывались от людей, а как раз слушая и слыша вот эти предложения, замечания, воспринимали их и решали вот главную задачу, чтобы людям у нас в Якутии жилось лучше. Я уверен, что этот отчет как раз после пандемийного такого перерыва все-таки обратно вернул полностью весь этот формат в жизнь. И, конечно, в дальнейшем он будет и только продолжаться. При этом, конечно же, и то, что хорошее было, часть того, чтобы как можно больше людей охватить через современные средства связи, тоже надо применять. И поэтому вот в этом году отчет правительства, завершающий отчет, все-таки будет через наше национальное телевидение. Март в нашей республике тоже всегда богат на события. Какие основные мероприятия состоятся у нас в первый месяц весны? Ну, безусловно, главное событие уже наступает. В пользу случаем хотел поздравить всю прекрасную половину нашей республики с наступающим днем 8 марта, международным женским днем, пожелать быть всегда красивыми, счастливыми, чтобы вас всегда любили, и чтобы и у вас, и у ваших близких все было замечательно. Что касается других мероприятий нашего марта месяца, то есть очень интересные мероприятия российского, международного уровня. Так, в городе, в Нерингвинском районе, в селе Ингра у нас пройдет международный чемпионат по оленеводству, где будут не только спортивные соревнования и даже, наверное, нисколько спортивные соревнования, а будут у нас и представлены культурные достижения, будет ряд таких очень интересных круглых столов проведен, посвященных и оленеводству, и вообще вопросам жизни коренных малочисленных народов Севера. Приедет очень большое количество гостей из многих регионов Российской Федерации, будут также у нас и гости из других стран, очень, еще раз говорю, нужное, такое важное для нашей республики и, в целом, для нашей страны мероприятие. 22 марта начнется у нас международная тоже научно-практическая конференция, посвященная вопросам изменения климата, вопросам вечной мерзлоты. Эти мероприятия, и вот чемпионат по оленеводству, и конференция климатическая, они проходят в рамках председательства России в Арктическом Совете. Тоже большое количество ученых со всего мира ожидается, несмотря на то, что, конечно, вот западные страны пытаются это мероприятие бойкотировать, но мы видим по составу участников, по тем людям, которые уже заявились на наше мероприятие, что будет большой интерес, и, конечно же, Россия и наша республика, как регионы, где вечная мерзлота наиболее распространена, конечно же, должны быть здесь такими, значит, драйверами развития и науки, и, в целом, изучение этих процессов изменения климата в целом в мировом масштабе. Ну и долгожданное событие для молодежи уже стал таким, значит, традиционным, ежегодным фестиваль Мусу Стар. В этом году он пройдет, как раз будет посвящен вопросам патриотическое воспитание, будет много разных треков, на которых и наши известные и в республике, и в целом в стране люди по разным самым направлениям будут делиться своими мыслями с молодежью, будут где-то помогать развивать свои таланты, где-то подсказывать, где-то делиться так своими достижениями. Поэтому ожидаем очень много тоже таких знаковых гостей и в спорте, и в культуре. Уверен, что вот Мусу Стар уже стал такой визитной карточкой весеннего Якутска, весенней Якутии. Уверен, что в этом году он тоже пройдет на самом высоком уровне. Конечно, мы тоже в этом уверены, что Мусу Стар в этом году пройдет на самом высоком уровне. Айсен Сергеевич, спасибо вам, что пришли и так подробно ответили на все наши вопросы. Спасибо. Спасибо. Ну а я напомню, что глава Якутии Айсен Николаев озвучил некоторые итоги работы в феврале. Мы продолжим следить за событиями. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok